Всем привет, наши дорогие зрители! Вы на канале Домашний Зоопарк. И сегодня у нас такое небольшое литературное видео и стихотворение для детей. Называется «Пушистый ученик». Кот пушистый, как Тарас, зашел к детям в первый класс. Но не просто к ним зашел, а учиться кот пришел. На спине его рюкзак, туфли, брюки и пиджак. Сел за парту, взял тетрадь, приготовился писать. Вот учитель в класс зашел и к коту он подошел. Здравствуй, новый ученик. Что же к стулу ты прилип? Сейчас ты к доске пойдешь и все буквы назовешь. А как буквы прочитаешь, ты до ста нам сосчитаешь. Кот так сильно испугался, что на стуле закачался. Сразу начал вспоминать, что не может он писать. И считать только до двух научил вчера петух. Что же делать, как же быть, нужно ноги уносить. Только кот бежать собрался, до окна лишь шаг остался. Стали все кота просить, что не нужно уходить. Мы тебе, котик, поможем. Научить тебя мы сможем. Будешь книжки ты читать и еще стихи писать. И остался в классе кот. Учится уже он год. Лучше всех теперь читает. И со смехом вспоминает. Как когда-то в класс пришел и друзей себе нашел. Самый умный в школе кот. А прошел всего лишь год. Ну, автор этого стихотворения, конечно же, я. Ой, как нескромно получилось. Аж как-то стыдно самому стало. Автор этого стихотворения ваш покорный слуга. Если вам понравилось это стихотворение, то поставьте лайк. А также я хочу вам сказать, что если вы зайдете на наш сайт, который называется Катазаврик и находится по адресу katazavrik.ru, вы найдете множество таких стихотворений, а также рассказов. Все, что есть на нашем сайте, вы можете почитать своим детям. Да и взрослым, я думаю, тоже будет интересно. Все стихи, все рассказы и другие темы – все о наших любимых животных. Все рассказы, все стихи, все авторское написано мной. И хочу сказать огромное спасибо тем, кто меня поддерживает, кто читает, комментирует, просит продолжения, просит, чтобы я не бросал этим заниматься. Спасибо вам большое. Это все для вас и все ради вас. Спасибо. Также хотелось бы вас попросить, чтобы вы подписывались на мой канал «Домашний зоопарк», смотрели и писали комментарии. Спасибо еще раз вам, мои дорогие зрители и читатели. А на этом я буду с вами прощаться. Хотелось бы сказать вам всем пока. Желаю вам всем крепчайшего здоровья, вам, вашим близким и вашим пушистым питомцам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok